Помнишь, как-то мы беседовали с тобой о аборте коров, да? Недавно. Да, было дело, да. Вот тогда я тебе рассказал про то, что такая практика есть, но вообще существуют такие вот практически до плеча длинные ветеринарные перчатки, и это факт, они есть. Но несмотря на наличие таких вот перчаток, конечно, вот надевать на руку усатого психа, который возомнил себя президентом Белоруссии, и им кукловодить, это все-таки не очень гигиеническая процедура, да? И здесь можно было бы посочувствовать Путину. Он сам засунул туда руку, он сам решил, значит, покукловодить этой штукой под названием Лукашенко. Это его решение. И он обязан был бы понимать, конечно, всю антисанитарность этой ситуации и возможность или невозможность потом отмыть руку, потому что, я думаю, вряд ли ему хочется сильно пахнуть Лукашенко. Но Владимир Владимирович взрослый мальчик, понимает последствия своих действий. И вот меня, честно говоря, это всегда удивляло и с детства поражало, почему существует это невразумительное, не получившее никакого объяснения страсть коллекционировать, финансировать, опекать, утешать, ласкать кровавых и гнойных фриков со всего мира, да? Вот отверженных уже и цивилизацией, и всей планетой, отравителей, маразмальтиков, висельников. Есть такая древняя совковая традиция, которую заложили еще генеральные секретари и ЦК, да, вот когда они собирали под свое крыло всю нечисть планеты. Вспомни советское время, да, там друзьями СССР были скотоложники, людоеды, расчленители, устроители геноцидов, с которыми генсики целовались всюду, на мавзолеях, в пионерских лагерях, на ВДНХ, дарили им зилы, зисы, дарили плотины, истребители, инкрустированные балалайки и новейшие Волги. И вот я думаю, что если бы граф Дракула дотянул бы до советских времен, то и ему бы тоже гарантированно повязали в Артеке бы пионерский галстук, подарили бы зис... И более того, выдали бы автомат Калашникова, что самое-то главное. Позолоченный автомат Калашникова, а на параде 9 мая он стоял бы обязательно вместе с другими членами ЦК и махал бы гвоздичками проходящим артиллеристам, да. И еще с ним было бы наверняка размещено огромное интервью на передовице газеты «Правда», как тогда это было принято вообще с гостями, да. Вспомни, кстати, даже Аум Синрике, жуткая секта, и то сразу почему-то получила регистрацию, знаешь где? В российском Минюсте. Уже генсеки, конечно, ни при чем, но да. Ни при чем, я говорю про традицию. Более того, для коллективной массовой медитации, когда Аум Синрике, те самые отравители, прибывали в Москву, был выделен спорткомплекс олимпийский. А что нет? То есть такая вот страсть, и вот эти вот все упыри абсолютно счастливые, азиатские, африканские, румынские, они уматывали потом из СССР с подарками, с рецептом пельменей обязательно, от которого они все офигевали, но через пару лет их же царедворцы, в общем, в эти пельмени превращали, либо прямо сразу отправляли на костную муку. И никакого практического смысла, никакого идеологического смысла в этом, в общем, никогда не было, потому что раз отразу картина повторялась, и раз отразу она ничем не заканчивалась. Это было очень дорогое удовольствие, да, с учетом плотин и истребителей, но почему-то уроки никогда не делались, и это было вот обязательным блюдом. Да, вот можно еще там парочку генсеков заподозрить в том, что, может быть, все дело было в поцелуях, и что, совершенно уже устав от пресной крови советских рабов, они хотели слезнуть с губ вурдалаков что-нибудь более экзотичное, что на этих губах могло остаться. Но это там один-два генсека под подозрением, все остальные, в общем, нет. Но вот была такая традиция, и за каким чертом в эту традицию вписался Путин, абсолютно непонятно. Он все-таки прагматик, и все-таки дитя нового времени, новой реальности. Мы не видим выгоды. Но традицию, мне кажется, он бледет все время. Мне кажется, он любит всех этих, скажем так, упырей поддерживать. Точно так же, разве нет? Да, но, понимаешь, еще, ну, на генсеков можно было списать в том смысле, что они хотели миру показать, что СССР далеко не так одинок, как всем представляется. Но сейчас-то всем понятно, что показывать неодиночество России уже, в общем, некому и никто не поверит. Я думаю, что вообще, может быть, есть какая-то мечта, что там на следующий 9 мая до Москвы, наконец, доберется там делегация древнего Египта, племени Мьянба, и делегация древней Византии, и другие стратегические партнеры современной Москвы. И вот забавно наблюдать, как один из этих упырей, Александр Григорьевич Лукашенко, с какой скоростью он проделал этот путь в упыри за очень короткое время. И про него, обрати внимание, как из всех щелей уже поперло, потому что он вызывает раздражение одинаковое у всех. Ну, во-первых, его перестали бояться. И все, кто могли свалить и спрятаться, уже не боясь, что их там заквасят в бочке с капустой на ближайшей овощебазе, они все выдают про Александра Григорьевича потрясающую информацию о том, как он практиковал расправы с политическими и личными противниками, чем эти расправы всегда были обязательно с применением овощей. Непременно, да? Вот даже его личную жизнь... Это сказка про Чаполлино? Нет, тут я подозреваю, это страшная сказка и не про Чаполлино, потому что у Чаполлино все-таки что-то росло из головы. А Александр Григорьевич даже прекратил делать так называемый внутренний заем, то есть вот эту лже-челочку, когда на одной половине головы отпускается длинный волос, а потом делается такая вот под гелем тщательная укладка, просвечивающая укладка на лысину, да? Это бы ценили наверняка мои родственники, потому что это сильно облегчает снятие скальпа. Но сейчас выглядит смешно, то есть Чаполлино сравнивать точно нельзя. И выясняется, что Александр Григорьевич, в общем, и начекатилил-то очень прилично, потому что даже ту же самую вот сейчас выплыла информация о том, что даже ту же самую маму Коли, какую-то тихую докторицу, которая при нем была и сообщила ему о том, что он беременна, он и то избивал до синевы огромной брюквой до попадания в больницу. И оказывается, он практиковал вполне такие себе римские развратные оргии в специнтернатах, а всяких там, разумеется, ну, всякими там журналистами, шоферами, слесарями, айтишниками, он просто удобрял картофельные поля. И главное, что этому есть всему прямое доказательство, да? Вот в это можно было бы не верить еще месяца три тому назад. Но когда мы видим, с какой страстью он избивает беременную переменами Белоруссию на улицах, то становится понятно, что да, это все-таки это его, это его стиль, да, ногами и дубинами. Ну, наверное, он тоже видит свою позорную роль, поэтому он вот эти вот свою инаугурацию строил как таракан за плинтусом и тайной. Вы, Александр Глебович, говорите о том, что вот открылось, вот открылось, что Лукашенко упырь. Да он всегда был упырем. Все эти истории, которые рассказывают сейчас там бывшие, ближайшие, бежавшие уже там из тюрьмы и чего-то еще, они, в общем, происходили-то все это время. А почему вы не замечали этого? Ну, потому что, во-первых, до этого не было никому дела, и потому что он никогда не воспринимался как враг цивилизации, он никогда не воспринимался как все его причуды мелкие казались запертыми в его небольшом королевстве, и до этого королевства никому не было делан. Это королевство еще не стало на тот момент тем, чем оно является сейчас. То есть, прообразом всего того, что будет происходить и в России тоже. Мы же все это понимаем, и мы, когда говорим Лукашенко, мы подразумеваем совершенно другую фамилию. И постарайся не улыбнуться, Оля, да? Сделай милость. Отлично. И вот мы видим, например, при том, что кукольный театр везде, кукольный театр и Стихановской тоже, но как деликатно работает Макрон, Меркль, профессиональные политики Стихановской, и как разумно она себя ведет, и как она уже быстро научилась. Понимаете, кстати, это она первая в лицо, прямо тогда, сообщила Макрону, что вообще нефиг беседовать с Лукашенко, надо говорить только с Путиным. Смешно разговаривать с куклой, одетой на руку, когда рядом находится кукловод, да? И Тихановская, как и мы все, знает, на чью руку одет Лукашенко, кто открывает его рот и кто машет его ручками, да? Это рука товарища Путина, это ни для кого не секрет.